Что нам нужно в походе? Ничего не забыть. Уверенность. Это у меня. Удача. Она здесь. Сила. Она здесь. Скорость. Точность. Вот так главная баскетбольная команда региона в конце марта собиралась в поход за медалями Суперлиги-1. Омский нефтяник на протяжении пяти предыдущих сезонов радовал своих болельщиков наградами серебряного и бронзового достоинства. И в этот раз наши девочки не собирались отказываться от такой приятной медальной привычки. Первым соперником на пути нефтяника стала Ника. В одной четвертой финала противостояние Омска и Сыктывкара началось на площадке Сибирячек и завершилось в пользу хозяек 67-59. В ответном поединке в столице республики Коми Нике удалось взять реванш 69-64. Решающая встреча в Омске изрядно потрепала нервы местных болельщиков, а исход матча и четвертьфинальной серии определился в дополнительное время. Бордовые на морально-волевых взяли верх над соперником в овертайме 77-72 и вышли в следующую стадию плей-офф. Конечно же радость. Все-таки вошли в четверку. Вообще просто не слов. За счет чего удался этот камбэк? Все-таки горели минус 10 по ходу четвертой четверти. Что вообще думала в этот момент? Ну что надо выигрывать? Столько тренировок, столько мучений. Блин, просто чтобы отдать эту победу. Конечно же собрались и все получилось. Полуфинальную серию «Нефтяник» начинал на выезде. Возвращение «Казаночки» из высшего дивизиона в первые, несомненно, добавило остроты и интереса. Сбалансированные техничные команды из Татарстана дома своего не упустило. 86-81. Если в стартовой игре большую часть времени впереди был «Нефтяник», то в ответной встрече в Омске соперницы благодаря дальним броскам с первых минут завладели инициативой, заставив Бордовых выступать в роли догоняющих. Амички в концовке начали отыгрывать отставания, но склонить чашу весов на свою сторону «Нефтянику» уже не хватило времени. «Хотели поехать в Казань, выиграть там и пройти вперед, но не получилось. Наверное, в третьей четверти сконцентрироваться больше в защите. Все пропустили и не забили свое». «Не хватило буквально несколько секунд, но та самоотдача, с которой девчонки играли, ну, просто жалко. Я думаю, что поборемся за бронзу». «За бронзу будет битва?» «Конечно. Ну, ничего не потеряно. Соперник был достоин, и мы проиграли. Но битва еще впереди. Будем бороться за медали». Битва за бронзу началась для «Нефтяников» в Самаре. Хозяйки площадки «Баскетболистки Политеха» традиционно сделали ставку на трехочковые броски. Бордовым же больше приходилось рассчитывать на активность своих центровых под щитом. Итоговое поражение не оставляло мячкам других вариантов, кроме как выигрывать дома. «Очень много у нас не получалось нападения, и очень много пропустили в защите там». Работа над ошибками плюс верный настрой сыграли свою роль. Уже на старте домашнего ответного матча было понятно, сдаваться никто не собирается. У «Нефтяников» в этот день все получалось. Бросок летел, защита работала. Комфортный отрыв хозяйкам удалось сохранить. Итог закономерен 77-61. «Мы вышли, сразу играли в защите очень плотно, навязывали свою игру, дали Самаре играть то, что они хотят. Но я думаю, что это и стало переломным. В какой-то момент мы начали проигрывать подбор, но потом подкорректировали этот момент и опять вышли вперед. Болельщики нас поддерживали безумно. Такое ощущение, что мы на хоккее, на авангарде, как будто столько же болельщиков. Очень шумно. Это ведет вперед. Даже если получается какое-то отчаяние или мы начинаем проигрывать, болельщики не дают нам, как говорится, спуску и гонят нас вперед. За это огромнейшее спасибо. И хотелось бы пожелать всем болельщикам, чтобы на следующий год, с самого начала сезона, было столько же народу. А мы желаем вам медалей. Спасибо. Мы все-таки в поход за медали поедем в Самару. С нашим рюкзаком, как говорится. Решающий этап похода за медалями для нашей команды увенчался успехом. Баскетболистки Самары повержены 73-86. Шестой год подряд подопечные Елены Лазуткиной завоевали медали Суперлиги-1. Поход удался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»